Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 23 октября. Только что я снимала такое, ну не разгромное видео, а не очень... Видео не очень положительный отклик о перце, пурпурный колокол. И говорила, что он очень плохо вызревает и не нужно его покупать, если у вас нет условий каких-то дополнительных. В обычных условиях он не вызревает. Это было как отрицательный отклик. А сейчас я хочу снять наоборот хвалебное такое видео сорту Казанова. Когда я осенью говорила, что о нем написано, что он хорошо хранится и дозаривается, я сразу сказала, что я испытаний таких на нем не проводила. Вот когда проведу, тогда вам скажу на 100%. Вот видите, вот этот вот на компьютере вы видите фото. Это я когда их снимала, спелые. Но все спелые, их давно уже нет. Несколько слов скажу для тех, кто не видел предыдущее видео. Это индетерминатный сорт. У него такие вот пальчиковые плоды необычной формы. Очень хорошие, очень красивые, урожайные, мясистые. И я попробовала, оставила. Ну вот это спелые, которые я сняла, а вот эти, которые сейчас вы видите у меня на блюде, я снимала полностью зелеными месяц назад на улице. Потому что в конце сентября у нас уже были такие заморозки, похолодания. И вот какие-то я кусты оставляла, а какие-то снимала. Я сняла и положила, разложила в два места. Одни у меня в подвале, другие вот здесь вот в комнате. При температуре выше 20, наверное 25 даже. У нас же стояла потом жара, тепло. Все. Эти томаты хорошо у меня все поспели. Значит дозариваются они прекрасно. Они мало того, что все поспели, они еще, ни один плод не испортился вообще. Они выглядят, вот смотрите, они тугие такие, тверденькие. Как будто их вчера я сняла с куста. Значит мы можем сказать, что этот сорт казанова дозаривается прекрасно. Все, которые были зеленые, все поспели. Даже вот такие крохи я все снимала. Но вот это запупуши, это уже были на верхних, на верхних. Они даже уже, у них форма не очень похожа на, ну как, на сорт на этот. Но все равно это казанова поспели абсолютно все. Потому что дома жарко, тепло. Но так как дома жарко и тепло, они бы могли испортиться. Но они не испортились. Вы видите, они какие-то поспели больше, какие-то меньше. Вот это вообще были как, ну как это, как колотушки снимала. Вот это вот просто были зеленые. Так, поспели они хорошо в комнатных условиях. На этом, в подвале я еще не проверяла. Потом, когда посмотрю, я вам скажу. Но мало того, что они поспели, они еще не потеряли во вкусе. Потому что я вот пробовала, дегустировала. И у них такая же мякоть, как и летом была. Видите, как она арбузная такая, как сахаристая на разломе. Такая же мякоть. Обычно, как если дозариваются томаты, они потом или вытекают, текут или что. Такие же сладкие. Потому что у многих есть у томатов такая, ну такой недостаток. Если мы их снимаем зелеными, предозревание, предозаривание, они делаются как, ну безвкусными, как вот магазинные пластмассовые томаты. Казанова вызрел весь, сохранил сладость. Ну, сохранил или как-то он ее приобрел, я не знаю, где он ее взял, эту сладость. Дело в том, что теперь я могу уже точно сказать, что в комнатных условиях, без холодильника, томат Казанова может храниться целый месяц. Можно срывать его зелеными. Он прекрасно дозреет у вас. Он не только дозреет, он еще будет таким же... Так, повернуть. Сейчас вот... Вот видите, как он рос на улице? Вот такими вот с низками висел. Все. Вот это вот я похвалила томат Казанова. К сожалению, семян набрала нынче мало, потому что я много его в засолку пробовала. Я его и солила, и вялила, и все с ним делала. И во всех моих вот в таких испытаниях он показал себя стопроцентно. А теперь вот до конца октября долежал еще в комнатных условиях. Ну, а я думаю, в подвале у меня долежит и ноября. До ноября. А потом спущусь туда и покажу, как он поспел там. Но, вероятно, из-за того, что растения были здоровые, они у меня нынче не болели ничем, все томаты поспели, не сгнили, не потекли. Никаких черных пятен. Видите, какое блюдо. Кажется, что июль или август, вот только что я вышла, сорвала эти томаты и занесла домой. Все, теперь можно их кушать, делать салат. До свидания.